Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Для безопасности Олимпийских игр председатель СГБ Абхазии о деятельности Объединенного контрольного подпоста. Последний раз в качестве сопредседателя визит Филиппа Лифора в Абхазию. Девятый в Абхазии в Кварчале открылся Центр обслуживания «Аквафон». 31 декабря 2013 года вышел указ президента Абхазии о создании межведомственной оперативной группы по обеспечению безопасности Республики Абхазия в январе-марте 2014 года, в которую вошли представители СГБ, МВД, Министерства обороны, Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службы управления по чрезвычайным ситуациям, Государственной службы охраны. Кроме того, постановлением правительства создан объединенный стационарный контрольный пост на 11-м километре Республиканской автомобильной трассы Псоу-Ингур. О работе межведомственной комиссии функционирования этого поста рассказал в интервью нашей программе председателя СГБ Абхазии Аслан Джани. На северном пункте Багридж установлен и создан контрольный пункт. В функции контрольного пункта входит в случае необходимости осуществление выборочного контроля транспортных средств по северам приезжающих на северные пункты, которые находятся в непосредственном близости местопроведения американских игр. В постановлении Кабмета Министров от 11 января 2014 года внесено изменение в постановлении Кабмета Министров от 19 декабря 2006 года номер 267, в соответствии с которым пределы пограничной зоны расширены на 11 километров. Эта мера будет работать до 31 марта 2014 года. Проводится в пограничной зоне мероприятие по общему осторожению презентативной ситуации, проверка паспортного режима и другие меры, направленные на оздоровление ситуации в целом, на то, чтобы исключить возможность проведения на территории Республики Абхазия трактов, традиционного характера и так далее. Въезд в пограничную зону контролируется, который осуществляется выборочно в случае необходимости. Пользуясь случаем, хотел бы попросить наших граждан, выезжающих, запределы Республики Абхазия, или въезжающих в пограничную зону, иметь с собой документы, доставляющие их личности. Нам предполагается в ближайшее время задействовать возможности кинологической службы, есть специальная досмотровая техника. Но мы пользуемся и досмотровой техникой, и другими специальными средствами в случае необходимости, так, чтобы не причинять неудобств нашим гражданам. Пост работает четвертые сутки, за этот период не было ни одной жалобы. В Сочи часть акватории Черного моря, ограниченная устью Мерек, Псу и Лоу, от береговой черты в глубину 12 морских миль, закрыта для плавания. Ограничения будут действовать до 21 марта. Передвижение и стоянка судов, в том числе маломерных, в указанных границах, теперь возможна только для некоторых специальных и экстренных служб. Данные правила были разработаны Министерством транспорта России, согласно указу президента России об особенностях и применении усиленных мер безопасности в период проведения Олимпийских зимних игр в Сочи. Нарушителям указанных правил может грозить административная ответственность, которая предусматривает в том числе и конфискацию плавсредства. Сегодня в конференц-зале МВД Абхазии состоялось уже 16-е по счету заседание по делу о покушении на жизнь президента республики Александра Анкваба. В самом начале прозвучало заявление подсудимого Анзора Бутва о том, что он считает невозможным продолжение судебного процесса без участия в нем потерпевшего Александра Анкваба. Ранее суд направлял президенту письмо с предложением рассмотреть вопрос о присутствии на суде. По мнению адвоката Амара Берулава, так как Александр Анкваб признан потерпевшим и значится в списке лиц, подлежащих вызову в суд, то он должен явиться на судебное заседание. Раскатил и сам написал, и сам написал список лиц, подлежащих вызову. А где здесь написано «подлежащих уведомлений»? «Подлежащих вызов». Так вызван ли, значит, данный ПТП? Уедомление и вызов — это разные вещи. Выдомлять, увезевать понятия совершенно раз и противоречия другого. Более того, если, например, прочитать статью 112, там прямо написано «случай не адвоката визову безвозителю потерпевшим, подлежит прибыль». Я знаю статус, значит, президент, он не подлежит, я знаю, я понимаю, но зачем они вообще включили его и с таким громким назвать «подлежащих визову». И написано «анклаб Александр Александрович, подлежит визову». Они считают, а сейчас как не подлежит визову, прощают, просто разберутся со своими документами, со своими понятиями». Представитель гособвинения «Мимоза Цужба» возразила, согласно закону, потерпевший сам решает вопрос о своем присутствии. Оно не является обязательным, а в материалах предварительного следствия показания «анклаба» имеются. В соответствии со статьей 249 уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия судебное заседание происходит в присутствии потерпевшего. В случае неявки потерпевшего в судебное заседание суд рассматривает уголовное дело в отсутствии потерпевшего, за исключением случая, когда явка потерпевшего в суду будет признана обязательной. Мы считаем, что потерпевший, как и любой участник судебного заседания, в рамках предоставленных законам, праве отказаться от реализации предоставленных ему прав, в том числе и от права на участие в судебном заседании. Решение об этом принимается самим потерпевшим, и отказ от участия в судебном слушании потерпевшего должно быть добровольным, а не принудительным. Это означает, что суд во всех без исключения случаях обязан уведомить потерпевшего о месте и времени рассмотрения уголовного дела. Суд принял решение продолжить процесс. На данном заседании суд допросил 10 свидетелей. Следующее заседание суда состоится в понедельник, 27 января. Президент Александр Анква провел совещание по вопросу внесения изменений в Конституцию Абхазии. На совещание были приглашены спикер парламента Валерий Бганба, секретарь Совета безопасности Нукзар Ашуба, генпрокурор Сафарби Миканба, председатель Верховного суда Роман Мушба, первый заместитель председателя Верховного суда Георгий Акоба, первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба, председатель Комитета парламента по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерия Агрба. Обсуждались предложения по внесению изменений в основной закон страны. Предложенные еще в 2008 году Сергеем Богабшим парламенту страны изменения, помимо прочего, предусматривали и учреждения в Абхазии Конституционного суда как специализированного органа конституционного контроля. Также поправки к пятой главе Конституции предусматривают увеличение срока полномочий судей с пяти до десяти лет и устанавливают к ним дополнительные квалификационные требования. Парламентом прошлого созыва в двух чтениях уже принят проект Конституционного закона о поправке к Конституции Абхазии, сообщает Абстнепресс. В нашем эфире 23 января в информации о расширенном заседании сессии по исполнению закона о государственном языке была допущена неточность. Цитата из выступления депутата Валерия Кварчия была дана не в полной мере, что исказило суть сказанного. Сегодня мы исправляем эту ошибку и даем цитату из выступления Валерия Кварчия полностью. Валерия Кварчия не забирает. Чтобы искать книги вyourself, не забирает, когда его учить в его период, а у нас есть возможность сделать ошибку и неcue passive. Боим, если вы не сможете сделать ошибку, ты не сможешь делать ошибку. Вstyание всего на боль, что позволяет им отправить ошибку. Нужно необходимо это сделать ошибку. Если вы не подумали, что в этой ошибке, Продолжение следует... 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 Мне, конечно, очень было волнительно. Мы связались с УЧС, и они с нами связывались. Тем не менее, все прошло замечательно, вершина покорена. Это огромное достижение. И, ребят, лично, ваше личное достижение, в то же время, это и для Абхазии большой шаг вперед. Наши три героя, Дамия Горба, Владимир Гуля, Тенгистарба, показали очень хороший пример, мне кажется, нашей молодежи. Пример мужества, пример самоотверженности, пример того, что для популяризации своей страны, для того, чтобы об Абхазии знали во всем мире, нужно предпринимать очень серьезные усилия. Впервые в истории абхазские альпинисты покорили одну из самых высоких вершин мира и установили на ней государственный флаг Абхазии. Ради этого стоило идти вперед. Елена Лолу, Араму Камке, Абаза ТВ. Еще одно событие произошло сегодня в МИДе. Там встречали Филиппа Лифора, который в последний раз прибыл в Абхазию в качестве сопредседателя женевских дискуссий. Спецпредставителя Европейского Союза по Южному Кавказу. Его принял президент Абхазии и министр иностранных дел. В ходе встречи с Филиппом Лифором глава внешнеполитического ведомства Абхазии. Вячеслав Чирикба отметил, что женевский переговорный процесс на сегодняшний день крайне важен для Абхазии. Вместе с тем, по убеждению Чирикба, важно достигать прогресса в переговорах. Филипп Лифор, в свою очередь, подводя итоги своего пребывания на посту сопредседателя дискуссий, выразил уверенность, что конфликт в итоге будет разрешен, пусть и не в рамках женевского процесса. Это был очень интенсивный период для меня. Иногда непросто, но сосредничество – это никогда простое дело. Важней всего кажется, что нужно сохранить надежду. Надежду, что этот конфликт не здесь для всегда. Что с ведением, с терпением, в смысле компромисса, мы дойдем до решения одного дня. Может быть, нет в рамках женевской дискуссии, поскольку вы знаете, повестки дня женевской дискуссии определены. Это насчет безопасности и стабильности, тоже вопрос о гуманитарной природе и делах перемешанных лиц. Но в будущем, я уверен, что этот конфликт будет конец. Также в интервью с журналистом Филипп Лефор отметил, что не давал интервью, в котором называл независимость Южной Осетии новой политической реальностью, которую необходимо принять властям Грузии. Более того, он подтвердил позицию Евросоюза относительно так называемой территориальной целостности Грузии. Я не дал интервью в Южной Осетии. И вот вы знаете, какая позиция Евросоюза насчет территориальной целостности Грузии. С 27 января по 10 апреля МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в МГИМО – Университет МИД России. Конкурсные испытания будут состоять из собеседования и вступительных экзаменов, проводимых на основе максимально прозрачной процедуры. Вступительные испытания пройдут в конце апреля – начале мая. Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону. Плюс 7, 840, 226, 70, 69. В Ткварчале открылся центр обслуживания сотового оператора «Аквафон». Это девятый по счету центр Республики. Поэтапное открытие собственных центров обслуживания по всей стране позволяет предоставить абонентам полный комплекс услуг по месту их жительства, обеспечить быстрым и эффективным сервисом. После Ткварчала свой центр обслуживания сотовой компании «Аквафон» появится и в Ачимчире. Тему продолжит Астанда Ардзенба. Получить квалифицированную консультацию специалистов по подбору оптимального для себя тарифа, выбрать понравившийся номер, стать участниками многочисленных акций и специальных предложений первого сотового оператора Абхазии теперь могут и жители Ткварчала. Сегодня в городе открылся первый в районе и девятый в Абхазии центр обслуживания «Аквафон». Сотрудники центра обслуживания готовы предоставить каждому обратившемуся исчерпывающую информацию по новым устройствам и технологиям для мобильного доступа в сеть интернет. Кроме этого, абоненты «Аквафон» жители Ткварчала смогут активировать бонусные баллы «Аквабонус», получив в центре обслуживания сувениры, которые предоставляются компании в рамках программы лояльности. Открытие центра обслуживания дает возможность абонентам получить индивидуальную консультацию. При желании абонента подключиться к сети, помочь с выбором тарифного плана. Теперь жителям города Ткварчал не придется выезжать в Сухум для решения проблем со связью так, как это было раньше. От лица всего коллектива хочу выразить огромную благодарность руководству компании «Аквафон» за предоставленные удобства в нашем маленьком городе. Немаловажен тот факт, отмечают в отделе внешних коммуникаций компании, что открывая новые центры обслуживания, в каждом районе Абхазии «Аквафон» создает новые рабочие места для населения. Выразить слова благодарности, несмотря на дошливую погоду, к новому центру обслуживания пришли многие жители города. Мы очень рады, что у нас что-то открывается, что молодежь вот так работает, начинает работать. Мы очень рады. Центр обслуживания расположен в самом центре города, рядом с городским рынком для удобства жителей. По сообщению отдела внешних коммуникаций «Аквафон» абоненты, подключившиеся в центре обслуживания Ткварчал с 24-го, по 31 января вместе с сим-карты получат в подарок набор сувенирной продукции. Астанда Ардзенба, Торникамич, Бабаза ТВ. На сцене Русского государственного драматического театра Республики Адыгея в Майкопе прошла сатирическая комедия «Моя роль» известного абхазского прозаика и драматурга Шалуди Аджинджел. Спектакль «Моя роль» будет показан в городах и районах Республики Адыгея и Краснодарского края, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Сейчас страница истории. 24 января 1917 года родилась абхазская летчица, ветеран Великой Отечественной войны Мэри Хафизовна Авитсба. За годы войны она совершила 477 боевых вылетов. За ночные вылеты, бомбежки фашисты прозвали 46-й гвардейский бомбардировочный женский полк, где служила Мэрия Авитсба ночными ведьмами. 24 января 1992 года постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о переводе под юрисдикцию Абхазии органов прокуратуры и МВД Республики. 25 января 1910 года родился Аслан Тамшогович Отерба. Видно, государственный и политический деятель Абхазии. Аслан Отерба являлся единственным абхазом, занимавшим высокий партийный пост в Абхазопкоме с 19 июня 1953 года, затем занимал пост заместителя председателя Совета Министров Абхазской ССР. 26 января 1938 года родилась Инна Мошневна Хашба, абхазский музыковед, научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории. 26 января 2009 года в Сухуме убит первый заместитель министра внутренних дел, полковник Закан Джугелия. Абхазский вольник Рустам Ампар стал победителем международного турнира по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, завершившегося сегодня в Красноярске, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики по делам молодежи и спорту. В весовой категории 57 килограммов было представлено 50 вольников. Рустам Ампар занял первое место в упорной борьбе тренер спортсмена Астам Урбения. В Республиканской детско-юношеской школе Сухума стартовал Кубок Абхазии по баскетболу. Для участия в турнире приехали по шесть команд юношей и девушек из разных городов Абхазии. Организаторами мероприятия выступили Федерация баскетбола Абхазии, Министерство образования и АГУ. Стоит отметить, что Кубок Абхазии является переходным турниром в школьную лигу с выездом на чемпионат России. В интервью Абаза ТВ главный тренер сборной Сухума Сергей Сущенко рассказал о новшествах, введенных в турнир в этом году. Кубок Абхазии среди юношей и девушек, который проходится уже в третий год подряд. Хотелось бы отметить, что мы специально добавили в каждую команду по 2-3 студента, чтобы команды были усилены, был какой-то эффект игры, борьбы. Сейчас Сухумская команда очень сильная, а благодаря вливанию в каждую команду 3-3 студента, мы где-то уравняли составы. Играя наши дети, набираются опыта, учатся у старших. И думаю, на будущий год у нас есть задача, в будущий год все-таки студентскую команду 1-2 курсов выставлять, как бы вне конкурса, чтобы они поиграли и показали класс мастерской. Я считаю, что это большое подспорье для большого спорта. В завершении выпуска о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков, 25 января в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 9, ночью 6 градусов тепла. Это была вся информация. К этому часу следите за развитием событий вместе с нами и удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok